Много что мешает. Мешает, например, привычка страдать и себя жалеть. Мешает у очень многих, вообще невроз обычно характеризуется двумя эмоциями, чувством обиды и унижения. Это когда вы идете по улице, светит солнце, поют птички, а вы в голове закручиваете монологи или диалоги о несправедливости отношения к вам, о том, как плохо устроена жизнь, как все плохо и несправедливо, что вы заслуживаете большего, и зачем мать с вами так поступала, когда вам было 4 года. И на это уходит вся жизнь, которая в это время проходит мимо. Это, как вы понимаете, счастья в жизни не добавляет. Огромную роль играет чувство страха и тревоги. Очень многие люди, я думаю, в зале они тоже есть, когда у них все хорошо, они начинают очень волноваться по этому поводу, предполагая, что за это придется расплачиваться. И они даже не могут получить удовольствие от того момента, когда им действительно хорошо. Потому что они почему-то считают, что потом будет плохо. И как бы не надо сильно радоваться этому, потому что потом... Есть даже какие-то русские поговорки на эту тему, что сначала люди смеются, а потом за это же и плачут. Очень многие люди испытывают просто чувство тревоги, которое начинается с утра, когда они вообще просыпаются. Для того, чтобы быть счастливым, нужно как минимум иметь хотя бы ясную голову и ничего не бояться. Когда человек уже с утра начинает волноваться, начинает тревожиться, это проблема. Огромная тема, что мешает быть счастливым в этой неуверенности, низкой самооценке. Когда человек не очень высокого мнения о себе, любит себя сравнивать с другими людьми, это тоже не прибавляет ему радости от жизни. И так далее. Самое интересное, что, может быть, многие из вас видели, я знаю как минимум два ролика на эту тему, есть такой человек, который читает лекции о том, как быть счастливым. Он отличается от нас, знаете, чем? У него нет ни рук, ни ног. Он представляет собой инвалида с одной вот такого размера ногой и стубовищем. Это уродство. Ему ничего не перевязало трава. Он таким родился. И при этом он абсолютно доволен и жизнью и уже заработал миллионы долларов, ездил по всему миру и рассказывал, как он счастливый. Есть второй случай. Это парень, который, знаете, такой был фильм «История Беджамина Баттона». Видели, да? А это реальный человек, который родился уже пожилым практически человеком. То есть у него все процессы были настолько... Весь метаболизм старческий и очень быстрый, что он очень мало пожил. Он пожил, я не помню, 14-18 лет. И он уже там в 7-10 лет он уже был абсолютно инвалидом, который даже не мог там поднять, я не знаю, 3 килограмма рукой. Но его родители так любили, и они ему создали такую жизнь, что, во-первых, он лет на 5 прожил больше, чем он должен был прожить с этим заболеванием. И мне была мечта, он хотел играть на барабане. А держать барабан он не мог, он для меня был тяжелый. Ему купили барабан, повесили на шею, он учился играть на барабане, и умер счастливым человеком в 17 лет. Дело в том, что очень многие люди несчастливы, потому что боятся болезни и смерти. В частности, они боятся того, что они умрут. А смерти боятся, обычно, опять же, невротики, по очень простой причине. Они не жили никогда хорошо. Им обидно умирать, потому что им кажется, что у них что-то еще в жизни будет, а ничего не происходит, только смерть впереди. Люди, которые прожили счастливы, они вообще спокойно к смерти относятся. Это не является для них проблемой. Ну, в последний раз они переживают, когда им 10 лет, как и все дети, когда узнают, что они смертны. А вот люди, которые в депрессии, которые невротики, для них это большая проблема, потому что они цепляются за жизнь, они очень боятся смерти, потому что их можно понять им обидно. Ничего же еще не было. И уже, видимо, ничего не будет. Это же, кстати, относится и к страху старости, и не только у женщин. Почему-то женщина так переживает, когда им сначала 20, потом 30, потом 40. 40, они уже с мужчинами вместе стараются меня отмечать. Потому что они думают, что все, что с ними произойдет, например, любовь, да, как бы должна была быть, когда они были юные, а сейчас они не юные, а этого не было, а хочется, чтобы было. И поэтому очень болезненные отношения к возрасту. На самом деле, когда человек любит себя, с ним всегда случается любовь с другими людьми. А если он себя не любит, может быть, даже 18 лет, и ничего не прибавит. Я вам просто набрасываю те истории, от которых человек не может быть счастлив. Можно было сказать о зависти, но это не порог. Зависть – это, к сожалению, следствие того, что родители в детстве себя страновали с другими. Например, с братьями и сестрами, или с какими-то другими детьми. И поэтому ты вырос зависимым. Ну, люди с осуждением относятся. Я с сожалением, потому что очень многие не принимают себя, считая, что есть кто-то, кто умнее их, богаче их, красивее, у кого больше грудь, больше пенис, стороне и ноги, больше волос на голове и так далее. Знаешь, эта дорога в никуда, потому что есть всегда кто-то, кто окажется лучше, чем вы думаете о себе. И вы всегда можете только проиграть эту историю, потому что как только вы начинаете сравнивать, значит, вы себе не нравитесь. Я знаю, что в зале есть бизнесмены, и очень интересная тема – про амбиции поговорить. Потому что очень многие считают, что амбиции бывают здоровые, а я считаю, что они бывают только нездоровые. Их главная причина – это недовольство собой. Да, у многих очень после этого получается заработать деньги, но потом выясняется, что это не решило ни одну проблему, и они не стали счастливее. Они просто, так сказать, внесли в свой невроз другую плоскость. Из неприятия себя они перенесли в страх перед разорением, нищетой, банкротством и так далее. Это тоже большая проблема. Но самые серьезные проблемы – это то, с чего я начал. Это когда человек имеет внутренний конфликт, не просто есть внутренний конфликт, когда он недоволен собой, недоволен жизнью вокруг, когда у него низкая самооценка, когда он в себе не уверен, и, наконец, когда у него страхи, и когда у него тревожность. Вот Фрейд считал, что секс – это самая большая эмоция. Многие думают, что любовь – это самое большое переживание. Я думаю, что страх убивает все живое, и при нем нельзя испытать никакого удовольствия, ни от чего вообще. Есть еще одна проблема. Многие родились в семье, и не то, что родители были чем-то виноваты, тут нет их вины, они просто сами люди такие, неуверенные в себе, тревожные. И они никогда не радовались жизни, а надо сказать, что наша психика – это выработанный стереотип уже с раннего детства. Ну, давайте конкретнее еще скажу. Ребенок рождается, у него 15% уже сформированных нейронных связей. Ну, всякие там, латательный репресс, хватательный, двигательный и так далее. Обезьяна, кстати, 45, потому что она примитивная. Все остальное ребенок добирает в процессе своей уже эволюции личной. И в пяти годах он практически полностью весь сформированный. Есть такая ученая, Татьяна Забу, в Москве читает лекции, на первую фамилию, из Питера. Скоро скажу.